На стане час и у этих вещей появится хозяин. Из тех, кто потерял крышу над головой, своих близких и родных в понедельник утром. Вещи говорить не умеет, но они молчаливые свидетели того, насколько люди готовы помочь в беде даже незнакомым людям. С понедельника граждане несли в пункты приема гумпомощи то, чем богаты. Мы не уверены, что все вещи пригодятся именно этим пострадавшим, но это мое личное мнение. У нас каждый год стихийные беды сносят у людей дома. У нас очень много детей в детдомах, у нас есть дома престарелых и так далее. Я думаю, все, что даже если будут какие-то остатки, оно все будет распределено. Эти вещи никому другому уже передаваться не будут. В конце концов, мы все под богом ходим. Работают в пунктах приема и волонтеры. Многие даже без отдыха. И стар, и млад. Все пытаются помочь, чем только могут. Я тут бабушку одну все пытаюсь, ну не бабушка, пожилая женщина, я все пытаюсь ее отправить, а она нет, говорит, я лучше тут буду находиться, чем я думаю, буду плакать. То есть вне зависимости от возраста, вне зависимости от положения, от пола и так далее. У меня позавчера, вот тут фура в 8 часов вечера приехала, 6-летний ребенок пришел с мамой, вот он выносил из этой фуры вещи. И мы ему говорим, а, оставь. Нет, я тоже хочу помогать. 6-летний мальчик из фуры, фуру разгружал. Сегодня в пункте приема по улице Усенбаева народу меньше. Клич прийти и помочь не бросали, говорят тут. Ведь до сих пор непонятно, куда везти эти вещи и где пострадавшие смогут все это разместить. Но местная власть уточнила именно тех, кому и в чем нужна помощь. Буквально через несколько минут в разрушенный поселок отправятся пять машин. Как раз сейчас в них загружает гумпомощь. Здесь одежда, мужская, женская, детская, продукты, одеяло. Словом, все то, что так сейчас необходимо пострадавшим. Каждый день от детского хосписа отправляется десяток машин с гумпомощью. К тем, кто сейчас находится в гостинице «Семитый», а также в пострадавший поселок. Как говорят активисты, местное население живет в мазанках. В некоторых домах в момент крушения самолета повылетали стекла. Им также необходим уголь. Со дня трагедии насчет общественного фонда «Помогать легко» было перечислено около полумиллиона в сомах и 200 в долларах. В первый же день те пострадавшие, кто забирал из морга тела своих родных, на руки получили деньги на транспортные расходы и на захоронение. Уже вчера с утра начали передавать семьям по 50 тысяч, но там даже остается после всего около 600 тысяч сомов. И они будут дальше по мере необходимости распределяться семьям. Потому что сейчас связи с большинством семей нету. Они все разъехались в регионы на похороны. И как только будет определено временное жилье, будет начинаться конкретная работа по реабилитации. Возможно, мы сможем как-то помочь с ремонтом какого-то жилья и так далее. Утром сообщалось, что на спецсчет МЧС поступило более 5 миллионов сомов. Позже стало известно, что сумма выросла практически до 9 миллионов. Цифры растут постоянно. Активисты напоминают, что прежде чем перечислять деньги на банковские счета и электронные кошельки, необходимо все тщательно проверить.